Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российскими командами. И сосредоточимся на Локомотиве и их лидере Алексею Миранчуке. Совсем недавно еще он был футболистом, подающим надежды, но за последние годы он здорово прибавил и, по мнению многих, уже соответствует уровню европейских чемпионатов. И пора бы ему уже туда переезжать. И в последние несколько недель было множество слухов о том, что он может перебраться и в Барселону, и в Ювентус. Сумасшедшие какие-то были там сообщения. Но вот в последнее время появились более реалистичные, как мне кажется, слухи. В частности, то, что он может перейти в состав Фиорентины. И давайте обсудим, подойдет ли Алексей Миранчук фиалкам и насколько сам клуб сможет раскрыть его потенциал. Подходящий ли это коллектив для такого талантливого паренька, как Алексей Миранчук. Европейские чемпионаты ушли на карантин. И футбольный болельщик спросит, что же теперь делать. Ответ прост. Поиграть в виртуальный футбол в замечательной онлайн-игре «Футбольный легион». Идеальное хобби для настоящих мужчин – это полноценный виртуальный футбольный мир. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Итак, в каком-то смысле «Фиорентина» действительно подойдет Миранчуку больше, чем какой-то готовый топовый клуб, вроде Ювентуса или Барселоны. Все-таки «Фиалки» – это клуб-середняк, который сейчас находится на 13-м месте в итальянской серии А, но при этом команда с достаточно серьезными амбициями. То есть здесь у Алексея есть шанс, что называется, вырасти вместе с самим коллективом. Не так давно в «Фиорентину» пришел новый владелец, новый инвестор, сеньор Комиссо, который владеет многомиллиардным состоянием и собирается здесь развивать местную флорентийскую команду. Вроде как есть планы касательно нового стадиона, но и, разумеется, есть серьезные планы по усилению состава, по укреплению своих рядов. При этом хотелось бы отметить, что хоть владелец и богат, но, понятное дело, коронавирус, прочие проблемы не могут не сказаться на селекции клуба, поэтому вполне возможно в ближайшее время им придется искать достаточно экономные варианты, то есть не покупать готовых суперзвезд, а искать интересных футболистов, в том числе из Восточной Европы, которые перейдут за относительно небольшие деньги. Тем более, что нужно отметить, в следующем сезоне Фиорентине в любом случае придется потратить достаточно серьезные суммы на выкуп тех контрактов, которые ранее были арендованы. Ну, например, испанский защитник Поль Лирола из Сосуола, другие некоторые футболисты, их нужно будет выкупать. Поэтому у Фиорентины и так будет загружен трансферный бюджет, и свободных денег на усиление состава будет не так много. И вот здесь может появиться Алексей Миранчук, который придет в команду и постарается показать себя как следует, чтобы зарекомендовать себя в том числе перед топовыми клубами. Ну и, как я уже отметил, клуб Средняк, наверное, подойдет сейчас лучше Миранчуку, чем пафосная суперзвездная команда, где он может сесть на скамейку или вообще оказаться в дубле коллектива. При этом хотелось бы отметить, что Фиорентина сейчас стилистически неплохо подойдет Миранчуку, потому что команда, ну, скажем так, достаточно осторожно действует. Они являются всего лишь пятнадцатыми в серии А по проценту контроля в среднем за матч. То есть всего пять команд владеют еще меньше мячом, чем Фиорентины. И в основном Фиалки даже дома играют вторым номером, тем более против сложных соперников. При этом команда достаточно бьющая и достаточно забивающая. То есть они пятнадцатые по владению, но одиннадцатые по количеству ударов и по количеству забитых мячей. И опять же, любят Фиорентины действовать на пространстве, любят выбегать вперед. У них много достаточно вариативных игроков атаки, так что здесь Миранчук теоретически может прижиться достаточно хорошо. И в целом получается, что Фиорентина это и деньги, потому что здесь есть инвесторы. Зарплаты вряд ли обидят здесь Алексея. Это и перспективы. Это и более реальные возможности пробиться в состав, чем в том же самом Ювентусе. Но эта команда не без изъянов, если говорить о будущем Миранчука. И говоря по факту, здесь, конечно, он может получить больше игровых минут, чем в том же самом Ювентусе. Но и здесь конкуренция очень серьезная. И здесь мы переходим к главным минусам Фиорентины. В первую очередь отметим то, что в последнее время команда практически всегда играет по схеме 3-5-2. Причем в рамках этой расстановки тренерский штаб Фиорентины использует центр поля максимально плотный, где есть три универсальных центральных авбека, каждый из которых работает как на защиту, так и на оборону. Ну, кстати, здесь играет сейчас Бадель, который по слухам может перейти как раз-таки в локомотив. Принадлежит он, правда, Лацо, он был арендован, но не суть важна. Главное здесь то, что футболисты центра поля по большей части бокс-то-бокс исполнители или вообще опорники. То есть здесь, в середине, все максимально загружены в плане оборонительных функций, что, конечно, не особо подходит Миранчуку, ведь ему нужно разбежаться, ему нужно действовать поближе к атаке, и ему там впереди куда удобнее и куда сподручнее. Ну и, разумеется, в таких условиях он может, ну, откровенно не подойти под игровую схему. На фланге обороны Миранчука используют бесполезно, он там, опять же, не потянет оборонительный функционал, и получается, что сейчас Миранчук будет конкурировать за место одного из двух нападающих команды. Здесь, в принципе, определенные перспективы есть, потому что сейчас Фиорентина регулярно ставит в атаку кого-то из номинальных крайних хавбеков. Например, главную звезду команды Кьезу регулярно отправляют в атаку на позицию центр-форварда Рибери. И вот если кто вдруг не знает, Франк Рибери как раз здесь выступает, во Флоренции, и он играет на позиции центрального нападающего. И таким образом и Алексей Миранчук тоже может претендовать на эту позицию, но здесь он столкнется с колоссальной конкуренцией. Как я уже сказал, тут играет Кьеза, главная звезда команды, который всегда должен появляться в стартом составе. Когда выйдет из лазарета Рибери, скорее всего, он тоже будет получать достаточно серьезные игровые минуты. Есть еще Гезаль, номинальный крайний хавбек, которого тоже частенько используют в центре атаки. И плюс к этому, есть три, собственно говоря, центральных нападающих, которые вроде как тоже должны получать игровые минуты. То есть есть три универсала, которые играют в нападении, и три номинальных форварда. И все эти шесть человек конкурируют за два места в стартом составе на остаре атаки. Плюс к этому нельзя не напомнить, что в команду следующим летом может вернуться целый ряд арендованных футболистов. Ну, например, Кевин Принц-Буатенг, небезызвестный. Тот самый, который за Барселону поиграл и за многие другие коллективы. Вот сейчас он из Турции может вернуться из аренды. Семен и младший, между прочим, суперталантливый паренек. Да, у него в последнее время есть проблемы с тем, чтобы раскрыться, но он тоже может вернуться. Если его не выкупят по окончании контракта, Бираги из Интера тоже может вернуться. И таким образом у Фиорентины на две позиции сразу девять игроков. И вот сюда еще приходит Алексей Миранчук и такой, ну, дайте мне поиграть. А ему, ну, чувак, давай займи очередь, что тут поделаешь. Вообще, на самом деле, странная ситуация, потому что на данный момент Алексей Миранчук совершенно не подходит под текущую игровую модель Фиорентины. Я допускаю, что здесь все может поменяться к моменту следующего сезона, когда Миранчук уже сможет перейти Фиорентину в трансферное окно. Может поменяться тренер, может поменяться тактика команды. Возможно, коллектив перейдет на схему игры, где в середине появятся два опорника и чистый плеймейкер. Куда может перейти уже Алексей Миранчук. Но на данный момент Фиорентина в плане тактики совершенно не подходит Алексею. И еще меньше она подходит в плане конкуренции. Потому что здесь именно на тех позициях, где Миранчук теоретически может быть использован, здесь огромное количество футболистов. Поэтому сам по себе вариант может быть в чем-то и интересный. Но на данный момент Фиорентина не подходит, как мне кажется, Алексею Миранчуку. Хотя здесь следует отметить, что не так давно агент Алексей Миранчука, скажем так, уклончиво ответил на вопрос касательно интереса Фиорентины. Он не опроверг напрямую этот интерес и, соответственно, можно сказать, что косвенно даже подтвердил. Потому что обычно, если интереса вообще нет, агенты на отрез отказываются и заявляют, что ничего подобного здесь нет. А вот в данном случае он, скажем так, уклонился от прямого ответа. И таким образом мы можем сделать вывод, что, возможно, трансфер действительно состоится. Ну, во всяком случае, это будет интересно. Чем больше наших парней за рубежом, тем лучше. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.